Ребята, мы успели, просто мы опоздали на три минуты на паром, но вроде мы успеваем, точнее мы успели, сейчас вам расскажем эту адскую историю, как мы добирались. Субтитры делал DimaTorzok Вот так происходит высадка пассажиров, очень надежная, по надежной деревянной палочке, через корабль. А вот так корабль выглядит, когда никого здесь нет. Пол корабля просто завалено, реально было чемоданами. О, поехал наш апельсинчик. Господи, как мне страшно вообще, я просто не представляю. Жесть! Вы видели это, да? Капец! Уху, банганчик любименький! Почему-то я думала, что паром на Бангану уезжает с пирса Натон. Вот, я все перепутала. Мы приехали на этот пирс, нам сказали, что с этого пирса на Байках уезжать нельзя, и вообще нам надо на другой пирс, который был рядом с нашим домом, нам надо было до него 10 минут ехать. В итоге мы час прокатались просто так. Нам оставалось ровно полчаса до нашего парома, и Дима дал показа. Время мы залетели на корабль просто последний, самый последний. После нас убрали уже все веревки, вот это все. И, блин, мы круто так успели. То шумахер! Да. И вот мы здесь, спустя 7 лет, мы так радуем, фанганчик любименький. Все, отправляемся в наш отель заселяться, и потом смотреть наши любимые места. Потом суп с котом. Так, ну все, мы заселились, и теперь показываю вам наш хаус-тур. Вот так выглядит наш теремок стороны, с внешнего вида. Eco-natural style. Между прочим, рубрика «Найди Димона» до сих пор актуальна. Вот, проходим на нашу верандочку. Собственно, из-за чего мы и сняли этот домик. Нам очень понравилась эта веранда с гамачком. Здесь вот есть местечко, где посидеть, где побалдеть. Вот с таким прекрасным видом. Сам домик внутри очень-очень простенький, но так как мы не собираемся сидеть в номере, нам этого более чем достаточно. Здесь есть холодильник, чай, небольшое красивое маленькое зеркальце. Самое главное, это большая кровать. Домик с вентилятором, без кондиционера, но этого здесь более чем достаточно. И обычная маленькая душевая комната. В общем, все как на мини-дачке. Он нам обошелся в 550 бат. Это приблизительно 1100-1200 рублей. Вот, мы считаем, что это очень хороший вариант. Здесь через дорогу пляж. Мы сейчас попозже сходим его посмотрим. И, конечно же, конечно же, естественно, здесь есть бассейн. Немножко поснимаем территорию. Вот здесь есть два вида домиков. Одни подороже. Там больше места. Они такие просторные, вот эти вот бежевенькие. И есть еще просто номера. Они находятся в главном корпусе. Тоже потом засниму. Такая классная зеленая территория. Вот там через дорогу вот так море, к которому нужно спускаться. После легалайза, да, траву выращивают как просто домашнее растение. О, как шикарно! Никого нету! Отлично! Время обеда. Все ушли кушать. Ну, а здесь и загорать можно. Смотри, солнечная сторона. Вот. А тут, собственно, вот дорога и вот там море. А здесь ресепшн. Джакузи немного пошарпанут. Но нас это не остановит. Пошел! Какие тут красавчики есть. Ну, а мы отправились на поиск пляжа через дорогу. Здесь, кстати, можно снять байки в аренду. Ого! За 250. А мы снимали за 350, по-моему, да? Да. Слушай, 250 это очень дешево вообще сейчас для Таиланда. Отличная цена. Можно было не тащить свой байк сюда. Вот здесь есть домики. Дают в аренду. Большие такие бунгаллы, но им очень страшненькие. Такие старенькие какие-то. Ну, наверное, дешево будет. Да. Хотя рядом с морем, ну, классно. Ну, да, это как-то выглядит так себе немножко. Какой здесь? Да. Вот такой пляж у нас есть напротив отеля. Вот, красиво. Ну, если бы убрали водоросли, то было бы вообще шикарно. У нас в 8 минутах от нас пляж Хаадрин, поэтому, так как мы на байке, нас не особо интересуют, какие пляжи рядом с нами. Мы все равно поедем туда, куда мы ходим. Но, в целом, неплохо. Ну, даже есть какие-то коферочки. КОНЕЦ Мы приехали на пляж Хаадрин. Это один из наших любимых пляжей. Тот пляж, на котором проводят полумун-пати. Здесь белоснежный песочек такой красивый. Красивого цвета морка. Волны есть, но они такие небольшие. Достаточно купабельные. Что вот этот пляж раз в месяц превращается в адскую тусовку, где очень много людей. А так обычно он выглядит как райский красивенький пляж. Песок здесь вообще как мука просто. Мальдивы. Девка какая-то, где мне клеит, на пати зовет. Что, не успела ее отвернуть? Да, уже тебя какая-то девка на пати зовет? Телефон дал отход. Да. Говорит, приходи на пати, там встретимся. Я так и по... Понравился, говорит, вот, Вань. Да, да, мечтать не вредно. Да, но хорошо. Смотрите, какая чистая вода. О, боже мой, какой кайф. Она такая прохладненькая, бодрящая. Тебе нравится? Безумно. Такая красота не нравится. Такая красота. Такая. Вода вообще. Просто реально такая островная красота. Ну и так спокойно даже. Спокойно, просто. Вот это вот на пляже люди так свободно лежат, а тем временем на Пхукете яблоку просто негде упасть. Хорошо, что есть такие места, где можно уединиться для тех, кто любит уединение. Пхукете, это, конечно, город такой движовый, где постоянно все тусуются, они когда не спят, где много туристов, много пакетников. Все сидят в барах, в ресторанах, очень много людей ходят по улицам везде. Самое это что-то в середине между Пхукетом и Панганом. Это островная такая атмосфера. Там намного спокойнее. Там нет такого количества людей. Но при всем при этом, как бы, там предостаточно баров, ресторанов. Тоже есть какие-то главные улицы, по которым люди прогуливаются. Но все это только в минус 50 раз меньше людей, чем на Пхукете. А на Пангане, конечно, когда вот не в Хулмун-Паде, конечно же, во времена Хулмун-Паде здесь еще больше людей, мне кажется. Здесь очень такая размерная атмосфера. Люди такие чилят на таком спокинничке. Все на таком классном вайде в общем. На Панган мы приехали ненадолго, всего лишь на два дня. Но мы хотим понять, хотим мы переехать на Панган или мы остаемся на Самуи. А вот здесь 7 лет назад мы с Димой отжигали на Хулмун-Паде. Вот здесь, а там сау под драм-н-бэйс. Да. Только здесь был жесткий драм-н-бэйс, да. А не пак-сять на ваш вот этот вот. А мы приехали на ночной рынок Тонг-Сала. А сейчас вам тут поснимаем. Выглядит очень симпатично. Выглядит как большой бар. Так, здесь тоже есть разная кухня, есть димсамы, есть разные сладости, бань-бо вьетнамские, разные вафли, вот, есть бургеры с ребрами. Но тут это больше похоже, знаете, не на ночной рынок, а больше похоже на одно большое кафе, где представлены разные кухни. Вот, я так понимаю, судя по шрифту, это арабская кухня. А, израильская. Конечно же, шаурма, ну, естественно. Так, мексиканская кухня. Опять снова коктейльчики. Коктейльчики. И известное панганское ведро стоит 300 бат. Маленькие коктейли, непонятно сколько. Так, снова пицца. Вот, и какие-то суши. Есть где вашего ребенка развлечь, пока вы отведываете все кухни мира. И здесь, как писали, здесь каждый день живая музыка. Так, ну, в общем, мы посетили это место, и мы решили все-таки доехать до настоящего рынка. Потому что это что? Это не рынок. Вот так называется ночной маркет, Понтип маркет. Вот это уже наша привычная тайский ночной рынок. Ну, кроме еды на этом рынке есть много интересных вещей. Вот, например, мы с Димоном прикупились очень модными очками. Как вы считаете, каждые очки стоят по 300 рублей. Лайк. Теперь мы самые модные на тусь. Итак, мы прибыли на пляж Хадьяу. Ой, первый раз вижу маленького ворона. Малыш. Ну, вот, собственно, и сам пляж. Здесь сейчас отлив. И очень мелко. Но вода вроде такая чистая. Это спокойненько. Как красиво. В любом случае, здесь очень красиво. Следующий наш пляж Салат-Бич. И здесь так красиво, ребята. Вообще. Офигеть, посмотри. Кай. Такой небольшой, небольшой такой пляжик. Вау. Вообще. Кай. Салат. 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 Песок тоже клевый, вообще мука, кристально чистая вообще вода. Я искупалась, вообще обалденно просто. Вода 100% прозрачная, как в ванне. И дно кайфовый, такой плотный песок, только в начале вот такой лишь, и небольшие ракушки. Ну, а мы опять будем дальше. Ну, а мы едем на один из наших любимых пляжей, Гебу-бич. Здесь вот настроили бунгало. Теперь здесь можно остаться ночевать, который, я так поняла, называется Малибу-резорт. В этом резорте даже есть бассейн. Вот он, уголочек рая. Вот кафе тоже открыли. Господи, как теперь здесь много людей. Раньше, я помню, мы даже могли с Димой сидеть одни здесь. Самым главным достоинством этого пляжа, конечно, больше всего является чистейшая вода. Ну, в принципе, на прошлом пляже была тоже очень чистая вода, но здесь, видите, какой нос, какой заход. Здесь вообще нет никаких ракушечек. Ну, моя отдельная любовь, это, конечно, когда, ну, вот, салив, море, пляж окружает горы. Мне очень нравится. Но сейчас почему-то здесь стало очень много лодок. Вот вообще непонятно, зачем припарковали вот здесь лодку, прям посередине, где купается народ. Теперь сюда еще и привозят туристов на таких лодках. Вот он, маленький рай, быстро превращается в очень человечный муравейник. Субтитры подогнал «Симон» Ой, мы так кайфово провели время на Малибуби, да? Да, вообще. Да, несмотря на то, что мы офигели от количества людей, отдых на Малибуби это вообще никак не портит. Вот, ну, а сейчас мы надеемся, что мы отправляемся на красивый заказ. Но в любом случае нас ждет еще один пляж. Так, мы приехали на Дзен-Бич. Такое ощущение, что мы приехали на какой-то опен-эйр в лесу. Было время с Димой мы гоняли на такие вечеринки. Ну, а мы врываемся в панганские закатные Двич. Вот, что здесь происходит каждый день по вечерам. Здесь собираются креативные люди. Ну, в общем, вы сами все видите. Какое-то акробатическое шоу. Это все гуа, собранное в одном маленьком пляже просто. Ну, здесь играет такая сильная музыка. Мы вообще любим такую атмосферу. Мы сами за ритуалы провожания заката. Здесь, конечно, концентрация необычных людей максимальная вообще. Кто-то медитирует, кто-то просто курит, кто-то занимается спортом, кто-то слушает музыку. Вот такая атмосферка на Дзен-Бич. Иисус. Он на нас смотрит? Иисус с идеей. Он ходит по воде. Иисус. Он на нас смотрит? Иисус. Иисус. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...